Всем здравствуйте! Юрий Шулепа в эфире. Юра, здравствуй! Привет, Света, и мое традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. Да, у Юры просто сегодня исключительная ситуация. Конечно, он в теплой куртке одет, но обратите внимание, у него есть электричество, у него есть интернет. О, сглазило, сглазило, сглазило. Так, и интернет. Юра, алло. Так. Светлана. Да, все? Значит, только я начала хвалить, связь исчезла, но сейчас она появилась. Ну, давай, поехали, как говорится. Слушай, к вам приходит, как говорится, лекарство от уничтожения украинских городов. Вот, крылатые ракеты, да, шторм, шадов или как-то. Шэдов. 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 Надо говорить вот с таким английским проносом. Да не умею, я не получается. Ну, вот, а ты представь, что тебя пригласили знакомых. С нижегородским акцентом у меня, понимаешь? Отдохнуть, вот так расслабиться на такую цивилизованную тусовку с англичанами. И ты говоришь, шторм вот так вот от души. Вот как вот в ходе хорошего отдыха. Шторм шэдов. Вот так вот. И как будто груз с души снимается. Шторм шэдов. Давай расскажем, что это за ракеты и когда они придут. Уже надоело, что вам только все обещают. Давай. Шторм шэдов – это крылатые ракеты воздушного базирования. Дальность поражения у них по, ну, скажем так, официально это неизвестно. Почему? Потому что это является военно-технической тайной Великобритании. Но, исходя из той информации, которую можно найти в открытых источниках, составляет около 500 километров. При том, что если на ракету Шторм шэдов поставить дополнительный, я уж скажу так, допростят меня, ракетостроители примитивно, дополнительный топливный бак и более мощный разгонный блок, ее можно довести до сверхзвуковой скорости, потому что ее скорость по технической характеристике, ну, опять-таки, из тех данных, которые нам известны, она дозвуковая, ну, фактически, скорость звука. Но ее можно, ну, скорость ей можно, конечно же, увеличить, если хорошее, нормально поставить разгонный блок, до двух махов, то есть до двух звуковых скоростей. Когда эти ракеты появятся на вооружении? А когда они появятся на вооружении? Отвечаю на этот важнейший вопрос. Первое. От того, когда наше военно-политическое руководство осознает необходимость того, что эти ракеты должны быть на вооружении Украины, в свою очередь военно-политическое руководство Великобритании, правит волю, и, как известно, хотя эта информация, она уже далеко не инсайдерская, ей скоро будет два месяца, но, тем не менее, это та догма, через которую мы не можем, как говорится, перейти. Эта догма будет актуальна до тех пор, пока Украина действительно не получит ракетный штурм-шеду, или получит ракеты аналогичного класса, ну, например, такие, как ракеты класса «Першин». То есть это тоже крылатые ракеты, примерно, ну, они в значительно большей дальности. Либо, третий вариант, Украина начнет производить свои такие же аналогичные крылатые ракеты воздушного базирования. Поэтому, черта, что эту догму мы никак не перейдем, не перескочим, равно как и окончание этой войны до тех пор, точнее, длительность этой войны до тех пор, пока не будет осужден Путин и его чекистко-фашистская банда. Министр обороны Великобритании Бен Воллес сообщил, что если будут продолжаться такие варварские, террористические, геноцидальные, массированные ракетные обстрелы украинских городов, украинской политической энергии и инфраструктуры, то он готов содействовать тому, чтобы в Украине были поставлены эти крылатые ракеты воздушного базирования в «Стонгшедов». И таким образом сейчас первый субъект, я уже сказал, это военно-политическое руководство Украины. Второй субъект, от кого это зависит, это военно-политическое руководство Великобритании. И третий субъект, я считаю, его ни в коем случае нельзя исключать, это само гражданское общество, которое проживает в Великобритании. Это в том числе и твой любимый спикер Андрей Евгеньевич Корчагин, который уже второе десятилетие проживает в Великобритании, является ее подданным гражданином. Это и белорусская диаспора, и украинская, и вообще все антипутинские. Я уже неоднократно об этом говорю, что сейчас все, что здравое, нормальное, адекватное, все, что несет жизнь, оно антироссийское, соответственно, антипутинское. Если они проведут акцию протеста, выступят возле здания британского government, то есть правительства, скажем, ну-ка, в Украине шторм-шедов, немедленно. Начать тут как Дима Баграш, который тоже наш с тобой хороший знакомый, начал акцию в Великобритании. Ты помнишь его демократический кэмп, когда началось полномасштабное российское вторжение, я буквально на следующий день, 25 февраля, позвонил Диме в Берлин и говорю, Дима, пробил твой звездный час, немедленно развертывай свой кэмп возле... Дима Баграш сидит под арестом. Ну, сейчас он сидит под арестом, мы будем разбираться. Я уже дал поручение своим знакомым проверить эту информацию и оказать Диме правую помощь и различное содействие, чтобы как можно быстрее он вышел, потому что Дима нам нужен. Ну, я к чему? Дима сначала не хотел, потому что и Шольц, и немецкие политики сказали в первые дни широкомасштабной фазы российской агрессии, что они помогут Украине различными видами вооружения, мы даже были потрясены, зная то, что в Германии такая сильная агентура, и самым главным агентом Путина это была бывшая каста Ирангела Меркель, а Шольц, это вроде как от ее партии, человек, который должен был ее продолжать политику, но мы решили, в общем, после такого заявления Шольца и ряда крупных немецких политиков подождать, и вот мы и подождали, прошло полтора месяца, Германия свое обещание не сдержала, начала саботировать различные виды вооружений, Дима развернул свой палаточный демократический кэмп возле Бундерсканцлеранта в Берлине, и, как он мне сообщил, буквально на третий день после того, как началась эта акция, пошли поставки Украине военной помощи, вот так вот, я к чему говорю, следует, это очень важно, потому что кто нас слушает сейчас в Великобритании, должны, в том числе и Андрей Евгеньевич Корчагин, начать проводить подобного рода мероприятия, потому что, смотрите, Украине все равно, нужно сказать из-за того, что, к величайшему сожалению, Украина не обладает необходимым количеством как видов, так и средств наступательных и оборонительных вооружений для того, чтобы освободить всю ее территорию. Оружейный голод... Так, ну что, Юра, у нас исчез, да, тяжело уже, как говорится, вот, ну да, да, да. Ну, значит, что, друзья, о чем я буду с вами, вами рассказывать, о чем мы хотели с Юрой говорить? Вот, то, что под Бахмутом идут такие сейчас приключения, вот, Юра Шули посчитает, что это классно, это для Украины здорово, Украина сама всячески, как может, это он считает, старается, чтобы продолжались вот эти вот события под Бахмутом как можно дольше. Почему это нужно Украине? Тут, мне кажется, понятно, к наступлению Украина еще не готова, вот. А, значит, к наступлению не готова, а там каждый день, вот нам тут Мал Кабачкар сообщает, перемалывается громадное количество живой силы. И вот, знаете, народ, начинаешь думать, сколько гибнет россиян, да, очень жалко, тяжело становится на душе, потому что так, да, вот, тяжело. Но ведь нету другого-то варианта, совершенно нет другого варианта. Поэтому будет продолжаться.